Пожар в Красноармейском переулке, о котором мы рассказывали неделю назад, теперь стал предметом уголовного расследования. Оказалось, что это было убийством. Частный дом, выстроенный еще в 1932 году, загорелся средь бела дня. Хозяин, 62-летний мужчина, жил в нем один. Пламя охватило комнату, где хозяин обычно спал. Он имел проблемы со здоровьем и передвигался с трудом. И тем не менее, с самого начала было непонятно, почему он не смог выбраться из горящего дома. Сосед, который заметил идущие из старой усадьбы дым, обратил внимание, что входная дверь была распахнута, как будто кто-то в спешке покидал избу. Как выяснилось, жертва была мертва еще до возгорания, а потому не могла ответить очевидцу. Дверь открыта была, дым идет. Зашел в квартиру, там все в дыму. Я крикнул, есть живые? Промолчаю, мне никто не ответил. Я вышел, позвонил пожарку, постучался к соседу Костя, тут живет. Вот он вышел. Пошел тоже туда. И вы приехали пожарные, уже потом обнаружили, что он там. Тело погибшего было направлено на экспертизу, а она показала, что скончался инвалид не вследствие пожара, а от двух ножевых ранений в грудь. К делу подключился уголовный розыск, который установил, кто причастен к смерти хозяина. Это 35-летний уголовник и его подруга 1988 года рождения. В полицейской базе данных они числятся как лица, не имеющие определенного места жительства. Их видел все тот же сосед. Пара вела переговоры с мужчиной. Более молодые сожители хотели вселиться в усадьбу за помощь по хозяйству. Это было бы на руку маломобильному хабаровчанину. В доме пустовали две комнаты. Как значится в материалах дела, ссора между гостями и жертвой возникла во время совместного распития спиртного. Подозреваемый, уже судимый за кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, заколол немощного противника и инсценировал пожар, уложив покойного на кровать. Пара содержится под стражей. С места происшествия Дарья Небора и Андрей Алферов.